Рад, что есть такая возможность выразить свое представление об устойчивой архитектуре мне как инженеру. Я должен сказать, что в настоящее время весь мир работает над проектированием и строительством зданий, удовлетворяющих требованиям зеленого строительства, зеленой архитектуры и устойчивой архитектуры. Иногда эти понятия совмещают специалисты, но на самом деле их смысл довольно существенно различается. Зеленая архитектура или зеленое строительство это прежде всего строительство и архитектура направленные на сохранение экологического баланса в среде обитания человека. Экологический баланс это все-таки минимизация потребления энергетических ресурсов, минимизация потребления водных ресурсов, сохранение зеленых насаждений и так далее. Что касается устойчивой архитектуры, то это понятие принципиально шире, оно включает в себя и зеленую архитектуру, и внутренний микроклимат, инфраструктуру, то есть все, что относится к среде обитания человека. Устойчивая архитектура есть следствие понятия, которое было сформулировано в организации объединенных наций, как устойчивое развитие, когда существующее поколение людей потребляют энергоресурсы в той степени, в которой они необходимы, но при этом сохраняется возможность для будущих поколений, также удовлетворяя свои потребности этими энергоресурсами. Таким образом, устойчивая архитектура – это понятие среды обитания человека, которое включает и строительные мероприятия, инфраструктуру, и экологические, и наличие транспортных средств и так далее. То есть большой комплекс мероприятий. Отсюда следует, что все-таки устойчивая архитектура и зеленое строительство не есть новое направление в мировой строительной индустрии, такие как, например, энергоэффективные здания, здания биоархитектуры, здания интеллектуальные, пассивные и так далее. Это все-таки система оценки среды обитания человека. Нормативно-методической базой устойчивой архитектуры является рейтинговая система среды обитания человека. Что такое рейтинговая система? Это совокупность архитектурных, инженерных, экологических, экономических и других требований, позволяющих количественно в конечном счете определить качество среды обитания человека. Каждый из показателей среды обитания человека здесь называется в рейтинговой системе категории. Вот, например, перечисленные категории, которые наиболее часто имеют быть востребованными. Это комфорт и качество архитектурно-пространственной среды, архитектурно-полненовочные концепции здания, источники теплоэнергоснабжения, энергоэффективность ограждающих конструкций, интеллектуализация здания, микроклимат и энергосбережение, рациональное водопользование, экологическая безопасность, инновационные предложения. Могут быть и другие категории, это зависит от того, что, в общем-то, специалисты для данного региона вкладывают. Значит, такие рейтинговые системы, они существуют уже в мире давно, и наиболее известна среди них – это рейтинговая система, которая в Великобритании, БРИАМ. Следующая за ней – рейтинговая система, ЛИД, которая создана в Соединенных Штатах, немецкая система, ДГНБ, французская система, австралийская система. То есть я хочу сказать, что сегодня практически каждая развитая страна имеет свою собственную рейтинговую систему для оценки среди обитания человека. По системе БРИАМ в настоящем времени сертифицировано больше 250 тысяч зданий в 50 странах мира. По системе ЛИД более 10 тысяч зданий, час зданий и в России просертифицированы по этим системам. По немецкой системе, которая набирает с каждым годом все большую популярность, это просертифицировано 250 зданий в 16 странах мира. Так, вот нужно сказать, что у нас, когда была подготовка к Олимпиаде, то по договору с Олимпийским комитетом все объекты должны были быть просертифицированы по рейтинговой системе, либо отечественной, которая к тому времени не была международно подтверждена, либо по какой-то международной системе. Ну, в общем-то, вот сегодня идет подготовка к чемпионату мира по футболу. Стадионы также должны быть просертифицированы по одной из рейтинговых систем и дана им такая оценка, чтобы можно было на них проводить соревнования. А стадионы вообще это огромные потенциальные такие загрязнители от окружающей среды. Наконец, кроме зарубежных систем, мы создали свои отечественные системы рейтинговые оценки устойчивости среды обитания человека. Это для жилых и общественных зданий. И учитывая, что наша страна огромная, в отличие, скажем, от той же Германии, Англии или других стран, то к ним был разработан дополнительный стандарт учет региональных особенностей. Это, значит, учитывая экономические, экологические, климатические условия. Дальше, пожалуйста. Дальше был создан стандарт рейтинговых систем вообще для спортивных сооружений. В нами был создан ГОСТ-Р, экологические требования к зданиям с точки зрения устойчивости архитектуры или строительства. Дальше. В настоящее время заканчивается работа по созданию российского зеленого стандарта для оценки стадионов Чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 году. Идет согласование с ФИФА. В мире огромное количество организаций, которые занимаются устойчивой архитектурой. И отдельные специалисты. И построено много зданий. И эти здания постоянно популяризируются. Я бы отметил среди них такой комплекс зданий, который построен в Гамбурге, называется «Хафен-Сити район». Совершенно замечательный. Но я должен сказать, что не только зарубежная литература, можно сказать и о нашей литературе. Например, у нас издается популярный журнал «Здание высоких технологий». Можно просматривать его. В этом году создано энергоэффективное здание, книга, которая подытоживает международный опыт. Книга «Монография инженерное оборудование высотных зданий». Пожалуйста. В общем-то, необходимость внедрения устойчивой архитектуры для оценки студенческих проектов – это является органически востребованной для архитектурных институтов. Почему? Потому что в архитектурном институте студент как раз проектирует здание целиком. И это здание может быть поставлено под эту оценку. С этой целью нами в институте, имею в виду, с участием всех кафедр под руководством, по существу проректора Ясаулова Георгия Васильевича, был разработан пакет методических указаний по оценке студенческих проектов. Здесь представлены обложки этих методических указаний для оценки архитектурного проекта жилого и общественного здания по принципу устойчивого развития. Следующая методичка – это оценка архитектурного проекта здания школы, которые выполняют студенты по принципам. Опять же, следующее, пожалуйста, это производственно-промышленного здания, еще дальше, и, наконец, сельскохозяйственного здания. И продолжаются работы над развитием, совершенствованием новых. Очень важно сказать о структуре методических указаний по рейтинговой оценке курсовых и дипломных работ с позицией устойчивой архитектуры. Ну, вот, как я уже говорил, что все требования определяются категориями. Можно посмотреть на первую категорию – комфорт и качество архитектурного пространства. Категория состоит из критериев, индикаторов и баллов. Например, критерий в этой категории – акустический комфорт. Относится к планировочным кварталам с учетом расположения источников шума. Далее оценивается, сколько, какая важность этой категории, какое количество баллов ей присваивается. Количество баллов – это довольно творческое понятие, и оно может меняться в зависимости от поставленной задачи. Следующая категория – это архитектурно-планировочная концепция здания. Здесь на первом месте стоит критерий форма, размеры и ориентации здания. Как это здание учитывает направленное воздействие солнечной радиации и ветра на здание, каким количеством это оценивается. Пожалуйста, дальше. Ну, здесь ставится задача выбрать такую форму оболочки здания, его ориентации, чтобы максимально учитывать положительное и нейтрализовать отрицательное воздействие наружного климата. И при этом студентам рассказывается на лекциях, какие наиболее интересные, пожалуйста, дальше проекты были выполнены. Это такие, как информационный центр «Каргона» в Финляндии, как здания «Фостеровские», как использование двойных фасадов, которые позволяют максимально учитывать воздействие наружного климата на здания. Пожалуйста, дальше. Следующие, например, источники теплоэнергоснабжения. Опять же, вводится критерий нетрадиционной источники, предполагает ли в своей работе студент, что будут ориентированы на использование энергетических нетрадиционных источников. Дается оценка, пожалуйста. Дальше. Вот, например, рассказывается, что даже остекление может быть элементом в современных зданиях энергоснабжения, если покрыто специальной пленкой, которая вырабатывает электрическую энергию. Пожалуйста, дальше. Категория интеллектуализации здания. Тоже есть критерии. И студент выбирает, какие элементы, какие индикаторы он будет использовать или предполагает использовать в своем проекте. Следующее. Это микроклимат и энергосбережение. Дальше, пожалуйста. В общем-то, в результате по величине набранных баллов оценивается класс устойчивости проектируемого здания. Каких результатов достиг студент, используя те или другие мероприятия. Если оказалось, пожалуйста, дальше. Что вот класс устойчивости и всем классов, наивысший класс первой категории, второй, средний, если он не добрал, то студент может быть вернуться в своей работе и просмотреть, какие мероприятия можно использовать, чтобы повысить качество среды обитания человека. И каким образом, в общем-то, эта работа выполняется, пожалуйста, дальше. Значит, лекция проводится по теме, рассказывается об этой рейтинговой системе, предлагаются, какие мероприятия рекомендуется, современные. Выполняются практические задания, консультации ведутся по проекту, выполняемым дальше, и студент заполняет рейтинговую систему. Нужно сказать, что эта работа для студента, заполнение, в методичке уже имеется заранее подготовленной формы, которую студент просто заполняет. На эту работу, как правило, студент не тратит больше полутора-двух часов, при этом он дает некоторые комментарии. Нужно сказать, что за годы, которые мы проводим эту работу, студенты с большим интересом и даже удовольствием воспринимают вот эти рейтинговые системы для оценки своих проектов.